Мама. В отличие от родителей Настёна Рогачёва в свои годы смущаться и сидеть тихонечко на одном месте дольше пятнадцати минут, не умела и не могла. Вскочила, подёргала маму Веру за подол платья, заскакала вокруг стола горцующим жеребёнком. Чудом не сверзила хрусталь с трюфелями, едва не споткнулась сама вытянутые ноги дремлющего хозяина квартиры. — Тише ты! — шикнул Дима Рогачёв. — Не у себя дома! — послал жене сердитый взгляд. Он-то вообще в гости к Сатуровым идти не хотел, и весь вечер ощущал себя не в своей тарелке, что и неудивительно, посреди чужой посуды, столовых приборов, дорогой мебели, сувениров, игрушек. Вера, покраснев, залепетала извинения. — Ничего-ничего, дорогая, пускай играют! — радостно взвилась Натали Сатурова. — Это же так мило, так искренне, по-детски, правда, Сержик? Так, растёкшийся на кресле пузом кверху Сатуров, ничего не ответил. А Натали продолжала, обращаясь уже напрямую к Настёне. — Солнышко, у нас так много красивых комнаток, где ты можешь спрятаться от мамы и папы. Хочешь, покажу? — поднялась, чуть покачиваясь, как тонкое деревце на ветру. Ну, прям Галадриэль! — раздражённо подумал Дима. Царевна эльфийская, мать её ети. Зубы Натали и Галадриэль сияли винирами, губы пухли филерами, а глаза — любовью. Диме от этого показушного, насквозь искусственного счастья стало ещё больше не по себе. — Мы покурим пока, — сказал он. — Курите-курите, балкон полностью в вашем распоряжении. — Тапки там! — взбрыкнул сквозь сон Сатуров. Волосатая рука с трудом оторвалась от подлокотника, повисела секунду в пьяной невесомости и мягко опустилась обратно. — Сами найдёте, короче. Вечер пах свежестью и разгонял туман, осевший в голове после двух бутылок шампанского. Дима, прочистив горло, сплюнул в клубящуюся над слабо освещенным подъездом мглу. Вытянул из пачки сигарету, покрутил её в пальцах. — Надо бы нам уже собираться. Тебе не кажется? — Они слишком рано. — Нет. Сколько мы тут уже? Часа два. Как по мне, то это на два часа дольше, чем следовало бы. — Просто не хочется их обижать. — Да насрать уже, Вер! Она поморщилась, но Дима слишком устал, чтобы выбирать выражение. Странные они. Это, блин, вообще самый странный праздник, на каком я только бывал. — Ну, Дим, не стоит преувеличивать. Нормально же бы сидели. Они и без нас отлично справлялись. Вон, босс ваш, ещё до нашего прихода нахрюкаться успел. Жена посмотрела на него с осуждением. Дима давно перестал удивляться тому, как много разных эмоций она могла выражать одной лишь синевой своих глаз. Привык, хотя и продолжал любить Веру. — Ты же знаешь, что я прав. — Зря ты так. Всё-таки у людей горе. — А к чему тогда это всё, Вер? — Почему только нас и позвали? Мы же и не знаем их толком. Что за люди? — Странно. Внизу текла ленивая дворовая жизнь. Подросток выгуливал овчарку. Мужик склонился над открытым капотом калины. Дама в широкополой летней шляпке искала среди опавшей листвы каштаны. В щелях плотной застройки олел кровоподтёками закат. — Вера прикусила губу. — Сергей владелец компании, Наташа директор начальства моё. Как тут откажешь? — Нет, это понятно. Карьерный рост, все дела. Но вот ты скажи, знала, что у неё днюха только в ноябре? — Не знала, конечно. — Вот и я думал, что тут толпа народу будет. Странно, опять же, что не отменили после случившегося. Но у богатеев свои причуды. Я так думал. А тут такое. Охренеть же, Вер. Прикурил помятую сигарету от зажигалки, передал жене. Себе достал ещё одну. Рядом зазвенел комар. Дима наугад выдохнул в сторону звука дым. А все эти вещички детские, по квартире раскиданные, ты видела? Коляска в коридоре стоит. Разве же это нормально? — Ну, наверное, по-своему переживают. Да они ведут себя так, будто ничего не произошло. Словно завтра собственной Настёной обзаведутся. Он пару раз глубоко затянулся, собирая мысли в кучку. Знаешь, что меня добило? Игрушки. У них даже в сортире на бочке какой-то гном сидит. Гном! Вера! В сортире! Вот что это за хрень? Дежурный по унитазу? Ух! Она посмотрела внутрь комнаты, ища взглядом дочь. Кончик, тлеющий в тонких женских пальцах сигареты, начал едва заметно подрагивать. Понимаю, неудобно. Но ты сама подумай. Они решили отпраздновать день рождения неродившегося ребёнка. Что само по себе... Нас позвали. Да ещё с Настей. Разве это нормально? Повторил Дима. Настёна... Голос Веры дрогнул, когда она посмотрела на мужа. Со дна маленьких синих озёр поднималась, поблёскивая на концах ресниц маячками-слезинками паника. Я думала, для Наташи это как антистресс. Спокойно. Дима выхватил из её трясущихся пальцев сигарету. Просто давай уже собираться и уходить. Сатуров храпел. Шёлковая рубаха расстегнулась, обнажив кружево чёрных волос на жировом валике пуза. Мерно постукивал маятник механических часов. У телевизора сидел плюшевый розовый слоник. Со стены на взволнованных гостей взирала африканская, а может тайская, Дима не разбирался, маска. Они прошли мимо кресла, серванта, мимо стола с рюмками и бокалами, с мясными нарезками, магазинными соленьями, конфетами, нетронутым тортом, сторчащая из него, как шпажка канапе, одинокой потухшей свечой. «Наташа!» – окликнула Вера и уже громче. «Настенька!» В просторной прихожей никого обнаружить не удалось. В хозяйской спальне царила темень. Дима сунулся, нащупал выключатель. Надавил кнопку – пусто. «На кухне нет!» С нарастающим волнением докладывала Вера, хлопнула дверью. «В ванной тоже! Настя! Наташа! Настя!» «Да не психуй ты!» Дим уже и сам разнервничался не на шутку. Заглядывая в одну, другую, третью комнату, ругал себя в мыслях. И как в голову-то пришло доверить ребенка этой сумасшедшей? Пускай на минуту, но мало ли! В очередной раз, пробегая мимо храпящего Сатурова, испытал дикое желание пнуть пьяного Борова в жирное брюхо. «Настена!» – позвал сам. В памяти вспыхивали заголовки новостных лент. Безумная старуха сварила внука в ванной. Подростки замучили одноклассницу после школы. Восьмилетний мальчик ушел от родителей алкоголиков и замерз в снегу. Какой еще снег в сентябре? Господи, откуда? Воображение рисовало картины одну страшнее другой, но все без исключения с участием Натали и Настены. Без паники. Если в квартире их нет, значит, зачем-то вышли. Вернулся в прихожую, чтобы проверить замки, но тут же сообразил. Ботиночки-то Настенькины. Вот же они, рядом с коляской чертовой. И курточка висит вместе с Веркиной на одном крючке. Коляска вдруг ожила и с протяжным, режущим уши воем вылетела ему навстречу. Колесо силы ткнулось в голень, заставив охнуть от боли. «Не нашли, не нашли, я выиграла». «Господи, Настя!» Вера, отпихнув мужа, подскочила к дочке. «Что же ты пугаешь-то нас так? Ма!» Плеснула синевой из удивленных глаз Настена. «Но я же выиграла, правда?» «Выиграла, выиграла, конечно же, выиграла, солнце!» Вера оглаживала золотистые волосы, целовала дочь в пухлые щечки и лоб. «Тогда можно забрать себе? Можно же, можно, можно, можно!» Отлипнув от матери, Настена повисла на коляске, запустив руки в люльку. «Насть, ты чего?» Дима прекратил потирать ушибленное место. А та, пока пошившись, спрыгнула на пол и гордо предъявила родителям свою находку, которой оказался обычный голенький пупс. Тряхнула куклу в воздухе, пупс моргнул, одно пластиковое веко так и осталось полуприкрытым. А из маленького, будто лезвием вырезанного рта, раздалось механическое, лишенное эмоций. «Ма! Ма!» А не мев, Дима с Верой уставились друг на друга. В тишине тоненько скрипнула дверь уборной. В прихожую зашла Сатурова. Качала Натали так, будто несуществующий ветер заметно усилился за те десять минут, что прошли с тех пор, как она поднялась из-за стола. «А что? Прятки уже закончились?» «Я выиграла, и мама с папой разрешили мне забрать маленькую...» «Погоди-ка!» Придя в себя, Вера включила режим строгой мамочки. «Никто тебе ничего не разрешал. Особенно после того, как вы с тетей Наташей нас так перепугали». «Дай сюда!» Сказал Дима. «Это чужое!» «Ну что вы, что вы!» Всплеснула руками веточками Сатурова. «Мне не жалко, пускай берет. Тем более, раз ей так понравилось!» Она вдруг то ли якнула, то ли всхлипнула, словно собираясь заплакать. «Нам-то эти игрушки...» «Все равно уже без нужды!» Вера растерянно переводила взгляд с дочки на мужа и обратно. «Ну уж нет!» Дима решительно сунул куклу Сатуровой. «Извините, но мы у вас ничего брать не станем!» «Но я же выиграла! В прятки!» «А ну, цыц! Одевайся лучше, мы уже уходим!» «И скажи тете Наташе спасибо!» Добавила Вера, пытаясь сгладить неудобную ситуацию. Сатурова, впрочем, не выглядела обиженной. Выглядела она пьяной, сонной, где-то на полпути в те края, где уже давно обосновался ее сережек. «Уходите, да?» Пупс перекочевал обратно в люльку. Сатурова привалилась к стене. «Ну и пусть! Давайте, валите! Такси вызвать!» «Вызвали уже!» — соврал Дима, подсовывая жене куртку. «Ну, ма!» Дочка пихнула коляску обеими руками и оттуда немедленно донеслось. «Ма! Ма!» Вера страдальчески закатила глаза. «Дим, может, все-таки...» «Действительно, Дмитрий!» Пьяно ухмыльнулась Сатурова, наматывая нарощенную прядь на палец с нарощенным ногтем. «Это ведь просто игрушка! Таких в любом магазине... полно!» Он посмотрел ей прямо в глаза. Зеленые, как у чертовой куклы. И отбросив остатки смущения четко и твердо, чтобы уж наверняка дошло, произнес. «Нахер! Не надо! Спасибо!» Тем не менее, на следующее утро Диму разбудил холодный механический голос. «Ма! Ма! 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 Ма!» «Какого черта?» Он с трудом продрал глаза. Голова раскалывалась, как с похмелья. Хотя, казалось бы, выпили всего ничего, да и пили вроде только шампанское. Или они с женой по дороге домой еще куда-то заскакивали. Он не был уверен, что это ему не приснилось, но вроде как Вера переживала случившееся у Сатуровых, и тогда он предложил купить пиво для релаксации. Так себе идейка, конечно. «Ма! Ма! Ма!» Рядом с кроватью стояла Настена. На ней был пижамный костюм с хрюшами, а в руках она держала пупса, одетого в пижамку еще меньшего размера и без узоров. Дима в игрушках дочери никогда не разбирался, но похоже, что на куклу перекочевала одежонка из какого-то подарочного набора со складов в нижнем ящике шкафа в детской. «Почему он не говорит «папа»?» – поинтересовалась Настена. «Надо его выучить». «Откуда?» Начал было Дима, но осекся. Ругать малолетнюю дочь с утра пораньше идея ничуть не лучше, чем мешать пиво с шампанским. Лучше спросить жену. Вера суетилась на кухне, прическа уложена, губы накрашены, фартук поверх рабочего костюма явно вот-вот умчит в офис. Дима, как спать, ложился в семейных трусах и мятой футболке, прошел к столу, примастился на табурете. «Доброе утро», – сказала Вера, весело гремя посудой. Чашки и тарелки, подгоняемые кухонным полотенцем, отправлялись досыхать на полку в шкафу. На плите закипал чайник. «Как спалось?» «Как здоровье?» Дима поморщился. Интонации жены живо напомнили истеричную эльфийскую радость Натали Сатуровой. «Привет. Нормально?» «Кофе будешь?» «Обязательно. Спасибо». Он с удовольствием втянул носом аромат растворимого эгоиста. После первого же глотка в голове слегка прояснилось. «Слушай, а почему у Насти эта дурацкая кукла?» «Какая кукла?» Дочь пробежала топ-топ-топ мимо кухни в свою комнату. Послышался знакомый раздражающий писк. «Мама!» Дима взметнул брови. «Эта кукла, Вер. Я думал, мы ничего не брали у Сатуровых». «Ах, вот она что. Так мы и не брали, кажется. Ты же был против?» «Был. Тогда откуда она взялась в нашем доме?» «Я не знаю. Ты не помнишь, может, мы заходили в какой-нибудь магазин по дороге?» «Настя хотела спать, капризничала, а ты все грозился купить ей такого же пупса». «Хм... не помню». Дима задумался, думать было почти физически больно. «Шампунь у них не айс оказался, да? Хоть и дорогущая». «Головушка, Бобо. Сейчас мамочка поцелует и все пройдет». Наклонившись, она быстро чмокнула его в лоб. Дима сжал зубы. Привычка такая у Веры появилась после родов, и первое время казалось ему довольно милой. Но сейчас он уже ничего не мог с собой поделать. Раздражало, когда жена обращалась с ним, как с ребенком. «Наташке своей позвони», — предложил он. «Может, они сами приболели и выдадут тебе по такому случаю выходной?» «У начальства график ненормированный», — усмехнулась Вера, снимая фартук. «А нам, холопам, от смены до смены пахать, как штык полагается. Тем более, что, покуда ты у нас за няньку, кто-то должен оплачивать счета и компенсировать всякие дурацкие, сделанные по пьяни покупки». «Я посмотрю на биржи», — пообещал Дима, хлебнув из кружки. «Наверняка уже появились заказчики. В наше время всем нужны дешевые сайты». «Главное, не переусердствуй, труженик», — погрозила пальцем Вера. «Не забудь разогреть на стене кашу и вскипяти стакан молока на обед. Потом ей обязательно нужно поспать. Мы вчера вернулись поздно, и она жаловалась на кошмарики». «Эй, я тоже плохо спал вообще-то». «Значит, пей свой кофе». Вера наклонилась, чтобы коротко, мимолетным касанием, обозначить прощальный поцелуй. «Все, побежала. А ты зубы почистить не забудь, воняет». Донеслось на прощание из прихожей. Настена после обеда ложиться наотрез отказалась. Энергия у ребенка хлистала через край, прорывалась всплесками веселого, частого топотка в коридорах и звонким смехом то из детской, то с кухни. Дима даже не знал, что его больше выводит из себя. Шум и гам, производимый дочкой или дурацкая кукла, с которой Таня расставалась не на минуту. Пупс повсюду был с ней. Девочка или носила его, зажав подмышкой, или разговаривала, держа перед собой на вытянутых руках. Ему это не нравилось. Даже приведя себя в порядок, допив кофе, приняв душ, побрившись и почистив, следуя указаниям жены зубы, он все равно никак не мог припомнить, как и когда они покупали куклу. И вообще рассуждал он. Мы ведь уже поздним вечером возвращались. Разве в районе есть магазины с игрушками, которые работали бы круглые сутки? В ближайшем торговом центре имелся один, дорогущий. Они покупали там ночник «Звездное небо» для детской комнаты полгода назад. Но ТЦ закрывался в 10, а других магазинов Дима, привыкший делать покупки в интернете, не знал. Зато он прекрасно помнил, как Натали уговаривала принять точно такого же или как минимум очень похожего пупса в подарок. Вот только зачем ей это? Понятно, что игрушки Сатуровым стали без надобности, когда случился выкидыш, но у них же должны быть друзья, родственники. Почему они вообще пригласили на свой странный праздник именно его, Веру и Настеньку? Сколько он не терзал себя этими вопросами, ответов найти не мог. На биржах фриланса новых заявок в своих аккаунтах Дима также не обнаружил. Последний заказ, маленький сайт-визитку для авторессы женских романов, авторки, как-то сама себя обозначила в переписке, он выполнил неделю назад. И то скромное вознаграждение, которое новая Донцова перевела на карту, давно превратилось в цветы для Веры, Настенины, книжки-раскраски и парочку скачанных со Стима игр. В последнее время Рогачевы жили на зарплату Веры и порой пользовались его старой кредиткой, но Дима все еще ждал, что на горизонте нарисуется какой-нибудь относительно крупный проект. Сидя с ноутбуком на кровати в спальне, он лениво серфил по доскам объявлений для программистов. Из встроенных колонок доносился полюбившийся с некоторых пор ретро-синт. «Топ-топ-топ!» — пробежала Настена мимо открытой двери. «Мама!» — послышалось из-за стены. Дима полез в одноклассники. Проверить, не написал ли кто из старых клиентов. Иногда люди обращались за помощью из-за какой-нибудь мелочи, когда у их сайтов истекал срок аренды хостинга или требовалось внести изменения в дизайн, просто добавить свежие фото или текстовую информацию. Мелкая подработка за мелкий прайс, от которой в более тучные годы он с легким сердцем отказывался. «Топ-топ-топ!» — Дима поднял глаза. Настена медленно, как робот из старых фантастических фильмов, зашла в комнату. Лицо девочки окаменело, глаза не моргали. Прижимая к груди куклу, Настена прошагала к кровати, по очереди поднимая и опуская сначала одну ногу, потом другую. Коленки задирались выше пояса, и прежде чем опуститься, стопа зависала на секунду другую в воздухе. Словно по полу была разлита лава, и приходилось при каждом шаге выискивать безопасное острово, куда можно наступить. «Настя, что с тобой?» «Ну, маленькую!» — сказала Настена. «Ходить!» Дима отложил ноутбук и потянулся ей навстречу. «Дай-ка сюда свое чучело!» «Ну, па!» «Не ну, папкой!» Подумав, добавил чуть теплее. «Давай лучше в прятки сыграем!» «Прятки!» Забыв про все, Настена запрыгала на месте от радости. «Прятки!» «Прятки!» «Я вожу!» Улыбнулся он. «Ты беги, прячься, я пока посчитаю. Куклу-то оставь, она же у тебя ходить даже не умеет. Куда ей прятаться?» «Надо научить!» «Потом как-нибудь, ладно?» «Пока пусть здесь полежит!» Как только Настена прикрыла за собой дверь, Дима взял пупса в руки и начал его рассматривать с разных сторон. Громко и нарочито медленно, при этом ведя счет. Раз, два... Маленькая была подозрительно похожа на куклу Сатуровых. Хотя он не мог назвать себя большим специалистом в пупсах, для него все они были одинаковыми. Пустотелый пластик, розовая кожа. Дима задрал на кукле пижамку, но никаких половых признаков под ней не обнаружил. Пупс, с которым играла Настена, был сделан по старинке, без модных нынче гендерных спецификаций. Дима решил, что это девочка. Ну, раз причиндалов крохотных нет, значит, девочка, верно? «Мама», — сказала кукольная девочка, когда Дима перевернул ее на живот. Должно быть, ей не шибко приятно от того, что он своими грубыми мужскими лапами ее ощупывает. «Господи, ужаснулся про себя Дима. Я что, действительно думаю о куске пластмассы, как о живом человеке?» «Па, ты считаешь?» «Да, да», — опомнился он. «Раз, два, три, четыре...» На спине куклы, там, где у настоящих людей расположен копчик, обнаружился крохотный бумажный ярлычок с надписью «Made in China». «Дожили», — подумал Дима. «Даже младенцев игрушечных уже на китайских фабриках штампуют». Еще немного успокоил тот факт, что на затылке пупса топорщилось несколько шелковистых, светлых, до прозрачности волосков. Интересно, из чего их делают? На ощупь как пух. У куклы Сатуровых волос, кажется, не было. Тот пупс, которого Дима держал в руках, выглядел, ну, чуть постарше Сатуровского. «Значит, все-таки вчера купили». Сделал он вывод, испытывая почему-то от этого такое удовлетворение, словно решил сложную головоломку, над которой бился полдня. Впрочем, в определенном смысле так все и было. «Ну, па!» «Иду я! Иду искать!» Успокоившись, Дима бросил куклу поверх одеяла. Задев маленькой ручкой подушку, та завалилась на бок. «Мама!» На Диму уставились два круглых, изумрудно-зеленых глаза. Один остался полуприкрытым. «Никак не могу понять, что это за кукла?» делился Дима соображениями за ужином. На ужин была пицца. Вера припозднилась так, что они уложили Настену и ели вдвоем. «Угу». «Она похожа на ту, что пытались всучить эти твои, Сатаровы». «Сатуровы», — поправила Вера, вытирая салфеткой рот. «Ну, значит, всучили все-таки». Она выглядела уставшей и постоянно позевывала, всем видом давая понять, что не прочь последовать примеру дочки и поскорее лечь спать. «Но есть различия», — продолжал увлеченный своими мыслями Дима. «Наша кукла кажется немного крупнее, и у нее волосы на голове». «Я думала, пупсы все лысые». «Нет, я погуглил, всякие бывают. Но обычно без волос. Тут ты права. У Сатуровых тоже без волос игрушка была, да?» «Если честно, не помню. Это так важно?» «Да не то чтобы. Просто интересно. И потом Настена-то с этой куклой весь день не расстается. Учит ее ходить, говорить, постоянно с собой таскает. Ты видела, они и спят теперь вместе». «Дим», — устало улыбнулась Вера. «Ты так говоришь, будто это что-то плохое». «Не знаю, Вер. Просто мне не нравится, как она себя ведет. И Сатуровы не нравятся, и куклы их». «Все девочки любят играть в куклы. Я сама играла в ее возрасте. Дочки матери и все такое. Кстати, раз уж о Сатуровых вспомнили, Наташа заезжала в офис сегодня. Спрашивала, как вы тут? Премию всем выдала, между прочим». «Как мы? Да просто прекрасно. В дочке матери вот скоро играть будем», — буркнул Дима. Посреди ночи приспичило в туалет. Он тихонько встал, чтобы не беспокоить жену, нацепил тапочки. «Тапки там. Сами найдете, короче». Вспомнилось почему-то пьяное хрюканье кабана Сатурова. «Вот и нашли, жирный ты хрен», — подумал Дима вслух. Вера заворочилась в кровать, и он застыл на несколько секунд, боясь ее разбудить. И одновременно, закипая от злости и боли, переполненный мочевой пузырь грозил вот-вот лопнуть. Выдержал паузу сколько мог, а мог он немного. Затем, не включая свет, вышел из комнаты. По коридору, минуя шкаф-купе с раздвижными дверями, поспешил к ванной, нырнул в санузел, щелкнул задвижкой, спустил трусы и надолго застыл перед унитазом. Так торопился, что забыл поднять ободок. Разумеется, несколько желтых капель упали на белую поверхность. Закончив, Дима оторвав от рулона изрядный кусок бумажной ленты и принялся вытирать брызги. «Топ-топ-топ», — пробежал кто-то в коридоре за дверью. Дима замер, прислушиваясь. Удаляясь, торопливые шаги стихли где-то в районе детской. «Настя, ты чего не спишь? Тишина. Да с чего бы ей в ночи бегать? Наверное, просто померещилась с просонок», — решил Дима, скомкал влажную бумагу, бросил в унитаз и нажал кнопку слива. В воскресенье после обеда по случаю уверенной премии они отправились в парк с аттракционами и проторчали там всю вторую половину дня. Катались на маленьком паровозике, поедали мороженое на колесе обозрения, гуляли возле пающего фонтана, играли в морской бой на старинном автомате. Настена ни на секунду не расставалась со своей новой подружкой. Ближе к вечеру Дима оставил девчонок в очереди за сахарной ватой, а сам навострил лыжи в тир, в глубине души надеясь, что удастся выиграть какую-нибудь плюшевую безделицу, способную отвлечь дочь от чертовой куклы. Задник тира был оформлен в азиатском стиле. Нарисованное солнце улыбалось, щурило раскосые глаза из-под треугольной соломенной шляпы. В облаках плыли усатые драконы, по которым и следовало вести стрельбу. На стенах по бокам были развешаны в качестве украшения бумажные веера и разукрашенные маски, и Дима вспомнил, что такую же с неприятной хищной ухмылкой видел в квартире Сатуровых. Он потратил полтысячи и не меньше пятнадцати минут, но так и не выбил достаточное количество целей. Плюнув, наверняка местные с прицелом на ружьях что-то сделали, побрел расстроенный обратно к жене и дочке. Те стояли у фонтана. Настена тыкала сладкой ватой в куклу, а Вера весело щебетала с Натали Сатуровой. Женщины выглядели контрастно. Худая, длинноногая, в сапогах на высоком каблуке и шубке с воротником из лисьего меха, Натали смахивала на фотомодель с обложки глянца. Вера же после родов так и не вернулась к былой форме, а легкий в обтяг джинсовый костюм подчеркивал недостатки, располневшие внизу фигуры. Но так они смотрелись издалека. Ближе становилась заметней вся искусственность Сатуровой. Дутые губы, слой пудры на щеках, проступающие сквозь него темные круги вокруг глаз. И природная миловидность Веры тоже проявлялась отчетливее. — Привет, Дмитрий. Гуляете? Это так прекрасно. Даже трезвая Наталиева все равно бесила. Своей манерой так прекрасно говорить, своими фальшивыми зубами и беспокойными руками-веточками. — А Сергей где? — спросил Дима, оглядываясь в поисках оркообразного мужа эльфийской царевны. — Сержик? О, бедняжка не любит веселиться! — засмеялась Сатурова. — Наш Сережа остался дома. Наш Сережа слишком старый для качелей и аттракционов. Вы лучше сами к нам заходите в гости, шампусик пить, конфетки кушать, мультяшки смотреть. — Да не, мы как Сержик. Не подумав, брякнул Дима. — Как это? — Ну так. Слишком старенький уже для мультиков, наверное. — За себя говори! — Вера пихнула его локтем в бок. — Вот ведь мужчины, да, Наташ? Старые ворчуны. — Ой, не то слово. Зато мы, девчонки, вечно молодые, вечно пьяные. Женский смех журчал, как вода в фонтане, на бордюр которого, докушав сладкую вату, вскочила Настена и принялась там бродить. Вокруг бегали другие дети, двое мальчишек лет двенадцати брызгали друг в друга водой. Молодая мамочка, сама еще почти ребенок, держала одной рукой коляску, а другой телефон что-то выговаривала в трубку. Высокий мужчина с убеленной сединами головой медленно катил кресло с укрытой пледом старухой. Над парком разливалась музыка из старых советских фильмов о войне. — А вы, смотрю, быстро нашли замену? — В смысле? Не понял Дима. — Ну как же? Куклу новую купили для солнышка вашего. Махнула Сатурова в сторону фонтана. Вера прыснула. — Значит, это все-таки... Не поверишь, Наташ, мы тут гадали, не твой ли это подарочек. Настена спрыгнула с бордюра прямо перед ними. — Ма-ма! — громко сказал Пупс, бессмысленно таращаясь на взрослых круглыми зенками. — Мой? Да нет же, сами смотрите! — Сатурова выхватила из рук девочки куклу и подняла, демонстрируя. — Она же совсем другая, она больше, у нее волосы, а главное... Сатурова резко сжала Пупса, вдавив пальцы глубоко в игрушечное тело, почти пронзая бока куклы разукрашенными ногтями. — Ма-ма! — жалобно пискнул Пупс. — Видите, она мягкая, потому что это винил, имитация кожи, а моя была из пластика. Она стиснула куклу еще несколько раз. — Ма-ма! Ма-ма! — винил. Дима глазам своим не верил. Он готов был поклясться, что еще вчера Пупс был отнюдь не мягким и мнущимся, а твердым на ощупь. — Ма-ма! — Тетя Наташа, отдай, ты делаешь маленькой больно. — Что? Да как ты... Щека Сатуровой дернулась, как от подщечины. Искусственная улыбка начала таять, но Натали быстро пришла в себя и снова засверкала винирами. — Конечно, солнышко, конечно, держи скорее. Настена, прижав куклу к груди, медленно отступила от Сатуровой. Зашла за Диму и остановилась там, возле отцовской ноги. — Ладно, Наташ. — Смущенно улыбнулась Вера. — Мы, наверное, пойдем. — Нет, погодите. Дима, поддавшись труднообъяснимому внутреннему позыву, достал мобильник. — Давайте я вас всех сфотографирую, девушки. На память. — Ах, Дмитрий, вы так милы! Сатурова послала ему очередную улыбку и долгий теплый взгляд. Может быть, чуть более долгий и чуть более теплый, чем следовало бы дарить женатому мужчине, но он сделал вид, что ничего не заметил. — Натали и Вера встали с двух сторон от Настены. Та перебежала к матери, подняла куклу повыше, прижала круглую головку к щеке. Дожидаясь, пока сработает автофокус, Дима смотрел на экран телефона и думал, что если бы эту компанию увидел кто-то со стороны, то запросто мог бы подумать, что это две матери и два ребенка. Две матери, две дочки, две пары глаз, синих и зеленых. — Скажите, сыр, что ли? — попросил он. — Мама! — с готовностью ответила кукла. Ночью ему приснились усатые китайские драконы с покрытыми сине-зеленой шерстью хвостами и страшные клыкастые маски. В узких прорезях сверкали живые человеческие глаза. Дима проснулся, локтем почувствовал рядом Настена, малышка устроилась между ним и Верой, прядь золотистых волос, упав ему на плечо, щекотала кожу. Ей тоже снятся кошмарики, вспомнил Дима и повернулся на бок, чтобы обнять ребенка. — Какого хера? — Что случилось? — спросила Вера сквозь сон. — Кукла! Что она делает в нашей постели? Пупс лежал на спине, под одеялком снаружи оставалось лишь круглое лицо с прикрытыми веками. Точь в точь, как у Настены, когда та забиралась спать к родителям. — Наверное, Настя подложила. Пришлось вставать и тащить куклу в детскую. Дочь сладко посапывала в своей кроватке. Установленный в углу комнаты ночник разбрасывал по стенам и потолку многоконечные звезды. Целые созвездия медленно кружили, плавно меняя цвет. Фиолетовый, синий, зеленый, желтый. Фиолетовый, синий, зеленый, желтый. Подумав, Дима положил Пупса рядом с Настеной. Какое-то время стоял в меняющемся цвет полумраке, глядя на девочку и куклу. Они казались похожими друг на друга, как сестры. Искусственный ребенок не сильно уступал живому в размерах. Вот только раньше, думал Дима, кукла была не такой большой. Утром они обнаружили куклу на кухонном столе. Привалившись спиной к хлебнице, Пупс посматривал на людей блестящими глазами с расширенными, как у обдолбанного торчка зрачками. Неужто ей, наконец, надоело с ним возиться? Проворчал Дима. «Знаешь, мне начинает казаться, что у тебя пунктик насчет этой куклы», — сказала Вера. «Да что ты говоришь, не удержавшись из Вилон?» «То и говорю, что ни одна Настена уделяет ей слишком много внимания. Ты и сам все время говоришь только о куклах. Мне уже можно начинать ревновать?» «Глупости. Я говорю о ней только потому, что она мне не нравится. Разве ты не видишь, дочь проводит с куклой больше времени, чем с нами?» «Что ж», — вздохнула Вера, — «теперь кукла валяется тут. Может, период обожания закончился?» «Я бы мог отнести ее на свалку». «Погоди. Все-таки Настя заметит, если она исчезнет вот так внезапно». «Тогда пусть привыкает без нее». Дима взял Пупса и отнес к шкафу в коридоре. Глянув на всякий случай в сторону детской, осторожно, чтобы не производить лишнего шума, сдвинул дверь. Устроил куколку на полке с ложками, бархотками для обуви и другими аксессуарами. Над пулкой на вешалках болталось их с верой зимней одежды, пальто, куртки. Тень накрыла лицо куклы, и на мгновение Диме почудилось, что глаза Пупса покошачьи блеснули в темноте зеленым. «Попробуем так. Постепенно». Он начал задвигать панель, но кукла вдруг завалилась вперед, в последний момент попав головой между створок. Маленький круглый череп смялся под давлением, золотистые пряди прилипли к дверному профилю. «Мама!» – раздался жалобный писк. Дима вздрогнул. «Твою мать!» «Дим!» – сердито воскликнула Вера. «Мама!» – автоматически повторила Настена, стоя на пороге детской. Родители молча переглянулись. Дима сглотнул, в горле пересохло. Девочка медленно потянулась, зевнула и громко спросила уже своим обычным голосом. «А что у нас сегодня на завтрак?» Днем, уложив дочку, Дима устроился в кровати с ноутбуком. Проверял аккаунты на биржах и в социальных сетях. Выргался про себя, обнаружив в одноклассниках новые сообщения от пользователя по имени Наталья Сатурова. «Оставь уже нас в покое!» Он собирался удалить послание Сатуровой, не читая, но взгляд зацепил начало послания. «Привет, Дмитрий!» «Это Серго, муж Наташки!» Дима прочитал сообщение полностью. Сатуров писал с ошибками, так как, наверное, и должен был писать мужик без образования, в прямом смысле слова, сколотивший состояние еще в лихие девяностые. С ее стротаницы она все равно забила на одноклассики. Сто лет не заходит, а у меня вообще ничего нет. Ни фейсбук-ча, ничего, короче, надо поговорить, это важно. Жду, приходи один, когда можешь». Подумав, Дима набрал ответ. «Ок, в субботу Вера днем побудет с ребенком, приеду». Сатуров написал тут же. «Наташку я куда-нибудь сплавлю. Этот вопрос нам следует обсудить по-мужски, без баб. Важно». Краем глаза Дима уловил движение у открытой двери. Тень змеиста скользнула по полу и скрылась за углом. Насторожившись, он снял с головы наушники и выключил ретросинт. Прислушался. Показалось ли все-таки торопливое топ-топ-топ? Правда, отметила путь невидимого гостя. От их с Верой спальник детской. «Но ведь Настена спит? Спит ведь?» Дима осторожно встал и вышел из комнаты. Приоткрыв дверь, заглянул одним глазом в щель, удостоверился, что девочка в кровати, пошел на кухню попить воды, но по дороге заметил, что шкаф-купе раскрыт, полка под вешалкой пустовала. Он вернулся к ноутбуку. Сатуров прислал еще одно сообщение, ссылку. «Почитай на то, суки, Димон. Верь, полезно будет. Очень. Важно». Сайт подсказывал, что сам Сергей уже не онлайн. Дима перешел по ссылке и попал на статью какого-то чернушного портала с фейковыми видео-призраков и страшными историями, написанными столь же безграмотным языком, каким писал сам Сатуров. Белым шрифтом на черном фоне, конечно же. Создатели подобных страничек редко задумывались о том, насколько удобно такие тексты читать. Статья относилась к разделу «мистические», именно так, «и» вместо «е» на конце слова, «истории», и рассказывала о японской кукле, в которую якобы вселилась душа умершего ребенка, из-за чего у куклы постоянно отрастали волосы. Вчитываясь в текст, Дима отметил, как часто в нем упоминались конкретные даты, имена и названия. Смахивала на то, что в основе байки все-таки лежали какие-то реальные факты. В 1938 году, говорилось в статье, семья скончавшейся девочки передала о кику, так звали девочку и так стали звать куклу, в храм города Ивамидзава. К тому времени волосы странной игрушки выросли до 25 сантиметров. В самом низу страницы нашлось и фото. Правда, неважное качество, зернистое, слегка смазанное. С него на Диму смотрела черными, лишенными зрачков глазами сама о кику. Маленький узкий рот, пухлые, неестественно белые щеки. Совсем как у настениного пупса. Дима всматривался в это странное лицо, одновременно похожее и не похожее на лицо живого ребенка, и чувствовал, как ледяной холод, зарождаясь в животе, поднимается выше к сердцу. На следующий день, пока Вера пропадала на работе, Дима повел дочь в торговый центр. Он настоял, чтобы та оставила маленькую дома, сославшись на то, что на улице нынче пасмурно и кукла рискует заболеть. Гуляя по ТЦ, как бы невзначай завел Настену в магазин на втором этаже, тот самый, где ночник для детской покупали. В глубине души Дима надеялся, что дочка влюбится в очередную модель Барби, губку Боба или плюшевого пони, и что это позволит побыстрее избавиться от винилового подобия ребенка, прописавшегося в их квартире. Однако Настена оставалась равнодушной ко всему, откровенно скучала и то и дело поторапливала отца. — Смотри, сколько тут всякого! — говорил он, ощущая на себе подозрительный взгляд молоденькой продавщицы. Понимая, что со стороны они с Настенькой выглядят странно, взрослый мужчина уговаривает маленькую девочку купить игрушку, а та ведет себя так, словно это какой-то чужой дядька к ней пристает, а не родной папаша. — Ну смотри, вот это, как тебе? Или это? Неужели ничего не нравится? — Неа. — Эх, тогда пойдем кушать. — Извините, — кивнул Дима продавщицей, уводя дочь из магазина. На обед они устроились за столиком в ресторанном уголке. Себе он купил, расплатившись кредиткой, ролл с курицей и пиво в прозрачном пластиковом стакане, а Настене мороженое и сок. Вера бы такой перекус не одобрила, но Диме хотелось потянуть время, чтобы как можно дольше удерживать дочку от общения с куклой. Настена сок не стала пить вовсе. Мороженое лизало редко, без интереса, периодически бросая взгляды в сторону эскалатора. Хотела домой. Дима расправился с половиной ролла и подумывал заказать еще пиво, когда совсем рядом, над ухом, раздался восторженно радостный крик. «Ах вы мои хорошие! Солнышки мои!» Блеск винира межобильно на помаженных губ, ярко-красный в контраст с бледными щеками, Наталия Сатурова выглядела еще более искусственной, чем обычно. Слой пудры стал толще. Местами на подсохшем макияже проступали тонкие трещинки. Тени вокруг глаз углубились. «Привет!» — кивнул ей Димка. «А я думаю, не Настена ли это со своим прекрасным папой? И точно! Здравствуй, золотце!» «Здрасте, тетя Наташа! Приветики-приветики!» Сатурова наклонилась чмокнуть девочку, а затем совершенно неожиданно поцеловала в щеку и Диму. Как старого знакомого или любовника. Так его целовала жена по утрам перед тем, как убежать на работу. Так, наверное, могла бы сама Натали целовать своего Сержика. «Ах, видели бы вы себя, Дмитрий!» Сатурова подвинула к их столику свободный стул, уселась, совсем рядом с Димой, так что касалась его руки острым локотком. Руки-веточки взмыли над причудливо уложенной прической в по-театральному преувеличенном восторге. «Отец и дочь такие милые, такие чудесные!» Дима ее радости совершенно не разделял. «Что ты тут делаешь? Вы же в другом районе живете!» «Дмитрий, ну что вы! Вот просто решила погулять, сорвалась с работы и сюда!» А муж-то в курсе? Захлопали искусственные ресницы, выпучились ярко-зеленые глаза, которые делали Натали похожей на куклу или мать куклы. Сатурова обахнулась лисьим хвостом, невзначай продемонстрировав Диме глубокое декольте, из которого наружу выпирали плотно набитые силиконом полушария. «Муж? Муж объелся груш, Дмитрий!» Сатурова облизнула, перепомаженные губы не отрывая от него взгляда. «Знаете, Дима, вы такой смелый, такой решительный, и вместе с тем у вас столько любви и заботы, из вас получится замечательный отец для маленькой!» Ему этот дурацкий спектакль надоел. Прекрати! «О чем вы, Дима? Не понимаю!» «Все ты понимаешь! Прекрати нас преследовать!» Он встал, махнул рукой дочки. «Пойдем, Настя!» На прощание положил ладонь на плечо Сатуровой и сжал. Так что-то тихонько ахнуло от боли. «Очень надеюсь, что больше не увидимся!» «Сергею привет!» Когда они спустились по эскалатору на первый этаж, Настя дернула отца за руку. «Па!» «Да, Настя!» Он остановился. Мимо обогнув их, пробежала девушка-подросток в худи с коробкой из-под телефона под мышкой. Прошел парень с бумажным пакетом в руках. Из пакета торчали багеты, пахло свежей выпечкой. Дима все еще нервничал, все еще чувствовал спиной пронзительный взгляд изумрудных глаз, прекрасных и одновременно безумных, как у чертовой куклы. «А тетя Наташа плохая?» «Ну...» Он задумался, подбирая слова. «Не то чтобы. Просто у нее в жизни случилось кое-что не очень хорошее, и она никак не придет в себя после этого. Неожиданно его осенило, и как только раньше не догадался, Дима присел перед дочерью на колено, заглянул ей в лицо. «Настена». «Да?» «Скажи мне только честно, а эта кукла, с которой ты дома все время играешь, ее тебе кто подарил? Мы с мамой? Или...» Настена пожала плечами, совсем как взрослая. «Ты что, не помнишь? Тетя Наташа, когда в гостях у нее были. Но маленькая, не как тетя. Но маленькая, не как тетя. Маленькая хорошая. Ну, конечно, хорошая. Конечно. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Ночь жила. Ночью кто-то бегал по дому, и Дима сквозь сон опять ясно слышал мягкие и торопливые шажки в коридоре, прихожей возле двери в спальню. Диме чудилось, что этот кто-то — громадная кукла с лицом Настены. Во сне он поднял голову и долго напряженно всматривался в темноту. А потом тьма полыхнула сине-зеленым и пророкотала басом. «Мама!» Вечером пятницы, уложив Настену в кровать, Дима задержался в ее комнатке. Вера, заглянув в приоткрытую дверь, молча и со значением посмотрела на мужа. Тот кивнул, мол, понял, не надо слов. Дочь спала крепким, беспробудным сном. Ночник в углу работал, фиолетовый, синий, зеленый, желтый. Фиолетовый, синий, зеленый, желтый. Кукла сидела в изголовье рядом с подушкой, круглыми плошками глаз, пялилась на Диму, и казалось, что их цвет тоже меняется, перетекая из изумрудного, как у Сатуровой, в ярко-синий, как у Настены. Он достал телефон, отключил звук, открыл альбом с сохраненными фотографиями. Нашел фото, которое сделал в парке, почти что семейное, хоть сейчас в рамку да на рабочий стол. Две его самые любимые девочки на свете и их подружки, которых он всей душой ненавидел. Сейчас Дима приметил, что у Сатуровой на фото довольно странное выражение лица. Всегдашняя раздражающая улыбка, наклеенная, как аппликация, поверх обтянутого кожей черепа, совпавшими щеками и выпирающими скулами. Но главное — глаза. Вера и Настена смотрели на фотографа. Сатурова смотрела на куклу. А кукла на фото была... другой. Дима несколько раз переводил взгляд с экрана мобильного на кровати, обратно слечая. И нет, дело не в игре воображения. Теперь это стало очевидно. Кукла действительно изменилась. Она определенно увеличилась в размерах. И волос на голове у нее было больше, чем на фотографии. И куда больше, чем тем утром, когда Дима впервые эти, тогда напоминавшие пух волоски, увидел. Он вспомнил про Окику, в которую, если верить, байки из интернета, вселилась душа мертвого ребенка. Вселился ли кто-то в маленькую? И почему Настена до сих пор не дала своей кукле никакого имени? Разве это не странно? Ведь все дети придумывают имена для игрушек. Кто скрывается в маленькой, которая в общем-то уже и маленькой не была, практически сравнявшись в размерах с Настеной? И в конце концов, чего этот кто-то хочет? Плевать. Нет куклы, нет проблемы. Дима наклонился, чтобы взять пупса на руки и случайно, коснувшись, лежащий поверх одеяла руки дочери, чуть не ахнул. Кожа у Настены оказалась ледяной и твердой на ощупь, как... как пластик. Дима с ужасом уставился на дочь на мгновение, ему показалось, что в кроватке под одеялом лежит уже не Настена, а ее мертвый холодный трупик. Несколько бесконечно, долгих секунд, он, затаив дыхание, внимательно следил за дочкой и успокоился, только поняв, что одеяло на ее груди, пусть и медленно, но все же поднимается и опускается. Значит, жива. Осталась сущая мелочь. Унести куклу из комнаты так, чтобы не разбудить девочку. Поразился тяжести. В маленькой было килограмма четыре, не меньше. Как только Настене удавалось все эти дни таскать такую гирю. Если только прежде кукла не весила меньше, да? Он вышел из детской, удерживая пупса на вытянутых руках. Готовый в случае чего сунуть треклятую тварь за пазуху, зажав ей рот, открутить голову, пусть только попробует вякнуть свое чертовое «мама» еще раз. Вернувшись, Дима быстро разделся и нырнул под одеяло к жене. Ну как? Вера не спала, по голосу он понял, ждала. Финита ля комедия, ответил Дима. Выбросил? Выбросил. Закончилось маппет-шоу. Он опасался, что жена начнет что-нибудь высказывать, какие-нибудь сомнения насчет куклы и Настены, но Вера неожиданно спокойно выдохнула. Ну и ладно. Ты за Настю не переживай. На всякий случай шепнул ей Дима. В конце концов, это всего лишь кукла. Да. Ее ладонь сжала его пальцы под одеялом. Скажем, что ушла подружка обратно к Сатуровым. Купим другую. Да, повторила Вера. Знаешь, я думаю, так действительно будет лучше для нас всех. И для нее тоже. Для Насти. Через минуту ее рука переместилась ему на живот, потом ниже и еще ниже к паху. Этой ночью они впервые с того памятного дня, когда гостили у Сатуровых, занимались любовью. Во дворе у дома Сатуровых время застыло, как муха в капле янтаря. Ничего не менялось. Долговязый мальчишка опять гулял с овчаркой, усатый мужчина ковырялся внутри автомобиля, даже давнишняя пенсионерка, запомнившаяся Диме благодаря своей фривольного фасона шляпки, бродила тут же возле подъезда. Он поздоровался с ней перед тем, как зайти внутрь. Дверь в квартиру оказалась приоткрыта, словно его ждали, хотя Дима не стал предупреждать Сатурова о визите, просто приехал с утра и все. В глубине души даже надеялся, что никого не застанет из чистой совести, уедет обратно, домой. Чтобы забыть обо всем, что связано с Сатуровыми, раз и навсегда, продать жилье, увезти семью в другой город, устроиться там в какую-нибудь частную фирму системным администратором и просто жить дальше. В прихожей царил сумрак, а выключатель не работал. В темноте Дима запнулся, оваляющийся в беспорядке на полу обувь, выругался шепотом, и его услышали. «Тапки там!» — донеслось из мрака. «Не ищи, короче!» Завибрировал телефон. Дима, не глядя, сунул руку в карман и отключил. Прошел в комнату, остановился за порогом, давая глазам привыкнуть к темноте. Осмотрелся, уловил смутные очертания стоящего у противоположной стены серванта, различил тумбочку с черным полотном широкоэкранного ТВ, кресло в углу. Что-то здесь было не так, но Дима не мог понять, что именно. Застоявшийся воздух пах пылью, а еще чем-то сладковатым, неприятным. В кресле в полоборота к входу возлежал горой жира Сатуров. Дима не видел его лица, но слышал знакомый, чуть приглушенный сейчас голос, словно кто-то говорил, поднеся к рту ладонь. «Ты читал, что я прислал...» «Про японскую куклу?» «Да, прочел. Это как-то связано с той куклой, которую твоя жена всучила моей дочери». «Все связано, Димон. Веришь, нет? Все всегда связано, и не так, как нам хотелось бы». «Как это понимать, Сергей?» «Тот продолжал, как будто не слышал вопроса». «А я ведь таким дураком был, Димон, не поверишь?» «Жена, четверть века вместе, двое детей уже взрослых. А как Наташку встретил, развелся, бросил, все бросил, всех. Седина в бороду, хрен в ребро, типа как молодой еще. Ну, бывает». «Женился, вот, снова. А ей через год ребеночка захотелось. Только хрен с два у нас получилось. Вместо ребеночка на пятом месяце выкидыш». «Говорил же Наташке, нахер твои диеты, веганство гребанное. Тапки там». «Да что же он пристал-то со своими тапками?» «А у нее кукуха поехала, Димон, ты понял? На этой вот почве. Мы ж до этого часто летали, путешествовали, типа, туда-сюда. Всю Азию облетали. У епошек были, у китаез, у тайцев этих чертовых. Полный фарш, Дима». Дима вдруг ясно осознал, что же все-таки в квартире было не так. По большому-то счету, конечно, не так было вообще все. Но при этом кое-чего из того, что запомнилось еще по первому визиту, теперь не хватало. Механические часы. Он слышал стук их маятника прежде, а сейчас в комнате было тихо, как... как в гробу. Дима вытер под солба. Если в прошлый раз он просто чувствовал себя неуютно на чужой территории, то теперь ему хотелось сейчас же взять и уйти, не слушая бредни старого толстого алкаша. Сатуров едва заметно шевельнулся в кресле. «А кику это?» Наташка решила, что она не одна такая, что можно повторить с другой куклой. С любой куклой. «Ты как, Димон, всекаешь?» Дима промолчал. «Это как тапки, Димон», хрюкнул Сатуров из темноты. Заворочился, как будто в кресле сидел и не человек вовсе, а здоровенный, неуклюжий Боров, клыкастый кабан размером с крупного медведя. «Понимаешь, Димон, неважно, какие тапки твои, если их много, то можешь надеть любые. Так и тела, всекаешь?» «Тела как тапки!» Он опять хрипло-хрюкнул, что, видимо, следовало принять за смех. «Души могут менять тела, если очень захотят. Войти в тело куклы или в тело ребенка». Вера разогревала завтрак для себя и дочки, когда лежавший на столешнице мобильника жил. Вздохнув, отвечать не хотелось, она все же нажала пальцем на экран. Звонок был не первый за это утро, но первый со знакомого номера. «Да, Наташа, привет!» Сидела спиной ко входу, слушала, о чем говорила Сатурова. Не слышала и не видела, как кто-то подкрадывается сзади, пока холодные ладони не закрыли ей глаза. «Мама!» Вера чуть с табурета не упала от неожиданности. В тот же миг раздался радостный виск и смех Настены. Вера повернулась к дочке, но поздно. Топ-топ-топ, и маленькая тень скрылась в детской. «Прятки!» «Милая, мама разговаривает, давай в прятки после сыграем!» Крикнула Вера дочке, прикрывая ладонью мобильник. «Прятки!» «Что там у вас происходит?» Засмеялась Сатурова. Голос в динамике дребезжал, как оконное стекло от удара парами. «Ничего, Наташ, тут. Давай я потом тебе позвоню сама, хорошо?» «Топ-топ-топ!» «Прятки!» «Прятки!» Кричала Настена уже из спальни родителей. «Ах, да, вы играете там. Тогда не мешай, не мешай вам, солнышки. Игры с маленькой, это же так прекрасно!» «Топ-топ-топ!» Вера отложила телефон и устала поднялась из-за стола. «Ну, я сейчас кому-то задам!» В спальне никого не было, в детской тоже. Когда она в очередной раз проходила мимо прихожей, в дверь позвонили. Снаружи раздалась радостная. «А давайте играть вместе!» «Наташа?» Вера не верила своим ушам. «Да, да, мама Наташа пришла. Открывайте, солнышки, я вам помогу!» Что-то в голосе знакомой смутило Веру. «Извини, Наташа, но я не могу!» Отчетливо щелкнул механизм замка. Вера изумленно уставилась на стоящую у открытой двери девочку. «Настен, зачем же ты?» На пороге появилась королева эльфов, вся будто бы сияющая изнутри от счастья. Она царственно опустилась на колени и обняла Настену одной рукой. «Здравствуй, маленькая!» На глазах у нее выступили слезы. «Эй!» — шагнула вперед Вера, сжимая кулаки. «Оставь моего ребенка!» Королева эльфов подняла на нее глаза изумруда и снисходительно улыбнулась. Отпустила Настену и встала, возвысившись над ней в полный рост. «Солнышко, давай поиграем!» Ее улыбка стала еще шире, а когда Натали Сатурова подняла руку с ножом, превратилась в звериный оскал. «Знаешь, в чем проблема, Димон?» В голосе, который по-прежнему звучал приглушенно, послышалась угроза. Сатуров начал разворачиваться в его сторону, Дима попятился назад. «Не в курсе, Сергей?» «Одно дело, когда в куклу вселяется душа ребенка, который умер, но до этого жил. И совсем другое, когда туда попадает зародыш. Личинка, подохшая еще в материнской утробе. Один жизнь успел распробовать на вкус, а другой ничего, кроме черной пещеры женского брюха, не знал. Одному жить охота, а другому... «Всекаешь, Димон?» Сатуров повернулся полностью. «Теперь ты всекаешь?» Хрюкающий смех раздавался из-под китайской маски, закрывавшей лицо мужчину. Маска была Сатурову мала. Края вжимались в кожу так плотно, из такой силы, что в тех местах, где они засели особенно глубоко, на щеках и втором подбородке, из порезов сочилась густая и темная, практически черная кровь. «Такие дела, короче...» Сатуров начал подниматься. От прилагаемого усилия кровь еще обильней заструилась из-под краев маски. Ручьи ее сползали по волосатой груди и расчертили выпирающее брюхо сверху вниз. «Возьмешь мои тапки, Димон?» Влажно прохлюпал Сатуров. А потом его живот раскрылся по намеченной кровью линии, и наружу выглянуло что-то похожее на морду китайского дракона с волосами и усами, с пастью, полно изогнутых клыков и горящими неземной зеленью глазами. Заорав от ужаса, Дима бегом кинулся к выходу. Связка ключей тряслась в руках. Пальцы не слушались. Он не сразу нашел нужный и не попал в скважину с первой попытки. А когда, наконец, пазл сложился, то еще не успев открыть дверь, Дима уже кричал. «Вера! Настя!» Зашел, продолжая звать жену и дочку. «Настена! Вера!» Топ-топ-топ, пробежал кто-то маленький по коридору. «Ну, слава богу, хоть ты тут...» «Вера! Вера, твою мать, почему на звонки не отвечаешь?» «Мы здесь, милый!» Игриво откликнулись из спальни. «Иди сюда! У нас для тебя маленький сюрприз!» «Вера!» Дима включил свет. Жена лежала на кровати, пригвожденная к матрасу столовым ножом. Грудная клетка и живот Веры были вскрыты грубыми резкими ударами, будто женщину пытались разрезать напополам. Одеяло и простыни пропитались кровью, а лезвие ножа по самую рукоять погрузилось в широко распахнутый рот. Дима пошатнулся, чтобы не упасть, пришлось схватиться рукой за дверной косяк. «Дмитрий! Бедняжка!» Натали Сатурова поднялась с пола голая и красная. Ровные зубы светились белым на окровавленном лице. Дима всхлипнул, у него задергался кадык. «Не расстраивайтесь, Дмитрий, она почти не страдала. И потом, из нее все равно не получилась бы хорошая мама для маленькой. Не при жизни, понимаете?» Сатурова взялась обеими руками, за рукоятку торчащего изо рта Веры ножа и потянула. «Наташа!» С трудом просипел Дима. «Где моя дочь?» «О! Я думаю, она еще играет!» Натали Сатурова счастливо улыбнулась и одним легким движением руки перерезала себе горло. «Стой!» Дима кинулся к ней и подхватил оседающее бесчувственное тело. Пачкаясь в крови жены и ее убийцы, затряс худую, почти невесомую Натали, так что ее голова стала болтаться из стороны в сторону, выплескивая струйки крови из разрезанных артерий. «Где она, сука? Не смей сейчас подыхать, тварь! Где она? Где Настя?» Кричал Дима в лицо трупу, пытаясь зажать руками разрез, из которого все хлистало и хлистало красное. Поскользнувшись, едва не грохнулся на пол, отпустил Сатурову и та завалилась на кровать поверх Веры. «Настя!» Топ-топ-топ. Топ послышалось в коридоре. «Настя, ты тут?» Дима выскочил из комнаты. Крича имя дочери, забежал в детскую, оттуда в ванную и на кухню. В последнюю очередь распахнул дверцы шкафа-купе. «Да где же ты?» Весь ужас произошедшего, смерть жены, бесследное исчезновение единственного ребенка обрушился на и без того слабеющий разум Димы. Остатки сил покинули его. Колени стали ватными, ногу повело в сторону. Развернувшись перед шкафом, он осел на полку. Уперся затылком в покачивающиеся на вешалках зимние куртки и пальто. Скопившаяся на одежде пыль попала в глаза и нос. Какой-то частью разума он еще успел подумать, насколько же нелепо должно быть выглядеть со стороны, перемазанной в крови, провалившейся в собственный шкаф. Жалкий. А потом Дима чихнул. Одежда зашуршала, куртки и пальто пришли в движение. Дима подумал о мертвой девочке, которая никогда не рождалась. Девочке, которая никогда не видела света, дня и собственных родителей. Припомнил слова Сергея Сатурова, мертвого, зарезанного собственной сумасшедшей женой, которому хватило силы воли и после смерти, попытаться донести до него жуткую истину, что нерожденным детям лучше всего в их собственном мире, мире мертвых. Разве что мамы с папой не хватает. — Настя! — всхлипнул Дима. — Ма-ма! — ответила пыльная мгла, и холодные пластиковые руки закрыли ему глаза. Обсуждая случившееся, соседи Сатуровых, дама в шляпке и усатый владелец колены делились подробностями и строили разнообразные теории. По всему выходило, что свихнувшаяся на фоне прерванной беременности Наташка зарезала собственного мужа, а потом еще и с семьей из соседнего района расправилась. — Прикончила всех троих! — уверенно говорил усатый, стоя над раскрытым капотом и вытирая руки промасленной тряпицей. — Одного за другим, а потом сама. — Что? И девочку, дочку их тоже? — не могла поверить дама в шляпке. — И девчонку тоже она! — кивнул усач. — Нет, не так! — встрял, услышав, о чем речь, молодой парень. Остановился, ослабил поводок, позволив своему псу задрать ногу возле куста. — У меня брат в полиции работает! — пояснил он в ответ на молчаливое недоумение соседей. — Оперативникам, в той самой группе, которая там была, на месте преступления. Рассказывал, что родителей нашли прямо в спальне. — Да, да, на кровати лежали! — поспешил усач продемонстрировать осведомленность. — Оба с перерезанными шеями, а девочка между ними — все семейство. — Да нет же! — мотнул головой парень. — Между ними лишь детскую куклу нашли, с которой девочка играла. А самого ребенка в мусорном баке обнаружили, задушенную. Вот только экспертиза показала, что умерла она гораздо раньше, чем ее родители убили. Дня на два! Субтитры создавал DimaTorzok